Скажите, пожалуйста, как относиться к простому христианину, православному, к Всемирному саммиту религиозных лидеров в прошедшем 2006 году? Журнал «Первый и последний» считает, что это предательство Русской Православной Церкви путём её сквернения соединением с юридиками. Эта акция носила просто чисто политический характер. С одной стороны. С другой стороны. Именно со стороны Православной Церкви. Да. Эта акция была обусловлена тем, что сейчас, вы знаете, какое создаётся, искусственно создают, искусственно возбуждают антагонизм между представителями разных религий. Вы знаете это. У нас в России, например, не было никакого антагонизма между православием и мусульманством. Есть поразительные случаи даже просто. Да. И другими религиями. Не было. Сейчас искусственно возбуждаются. Ну, причина ясна. Разделяй и властвуй. Так вот. Христианцы же как раз своим, если хотите, первейшим догматом утверждают – там, где нет любви, там нет Бога. Вот. Поэтому саммит имел одни, одной из своих целей с тем, что насколько это возможно, насколько это возможно только, создать атмосферу благожелательного отношения между представителями разных религий. И это дело вполне христианское. А то, что целые какие-то средства массовой информации действительно обрушились, я вам скажу. Сейчас под флагом православных средств очень часто скрываются злейшие враги православия, которые пользуются любым случаем, лишь бы опозорить церковь. Опозорить, облить грязью и церковь, и иерархи, и руководство, всё на свете. Подорвать её авторитет. Потому что, если вы знаете, что это почти последний авторитет в нашем государстве. И задача брошена. Огромные силы. Об этом же прямо говорили американские идеологи, тот же Бжезинский. Да, прямо говорили, что это последний ещё институт, который ещё удерживает Россию. И мы его вот-вот уничтожим Россию. Но ещё церковь. Поэтому, как бы себя ни называли эти православными и прочее, их задача – разрушить авторитет православной церкви. Облить её грязью, уничтожить, если возможно, изнутри, нет, извне – все средства хороши. Вот так. А акция была проведена именно с этой целью, с христианской целью. Хоть как-то, знаете ли, нейтрализовать вот ту атмосферу вражды, которая сейчас раздувается в мире между представителями разных религий.